Всем привет, с вами Илья Кованько, и сегодня я хотел бы с вами поговорить на тему новых моих приманок. В общем, там у меня существует такая традиция, перед каждым выездом на форелевый платник я закупаюсь новой либо резиной, либо воблерами, либо блёснами, а иногда бывает даже всем сразу. Так вот, в этот раз я, насмотревшись кучу видео от видеоблогеров-рыболовов, решил попробовать купить себе свою первую съедобку. И я был просто ошарашен результатом, как вы можете уже видеть в видео, точнее, могли бы уже видеть в видео про мой выезд на форелевый платник. Никакой лучше приманки, пока что, чем Минога от Фани Фиш, я просто не видал лучше. Итак, кроме Миноги от Фани Фиш, я также приобрёл несколько других вещей. Точнее, не приобрёл, а мне так повезло, что они попали ко мне. В общем-то, посмотрим. Вот мой заветный рыболовный ящичек. И сейчас мы будем его вскрывать. Итак, как вам я уже рассказывал... Вот. Силикон съедобный Фани Фиш на феромональной основе. Когда открываешь коробочку, так привёт рыбьими феромонами, что я уже скоро, наверное, если я не выставлю этот ящик на балкон, я скоро задохнусь от него. Либо что-то другое случится, это всё-таки феромоны. Но я ж не рыбка вроде. Что я могу о нём сказать? Это одна из самых лучших приманок, которые я видел, точнее, самая лучшая. Не знаю, как она сработает по, к примеру, судаку или окуню, но по форели она сработала прекрасно. И, в общем-то, буду её брать. Так, вскроем коробочку. Вот. Сейчас. Момент. Скользкие. Воняют феромонами. Вот. Вот такая вот растягивается. Очень пахнет феромонами и прочей фигнёй, не знаю. Какие-то у неё странные аттрактанты. Это даже вроде не аттрактант, а просто как бы съедобка делится на два типа. Там типа с аттрактантами, которые привлекают рыбу просто своим запахом. И феромоны, которые на гормональном уровне привлекают рыбу. Вот такая вот минушечка. Вот такие зазубринки у неё на хвосту, как у скорпиона на клешнях. В общем-то, да. Хочу также сказать, что использую я всегда монтаж под названием классическая джиг-головка. На другие монтажи я ещё себя не настраивал. Так как в наборе с моим самым первым силиконом, когда я выезжал на Форель, я её купил, когда первый раз выезжал. Мне достались джиг-головки, которые вы могли ранее видеть, точнее, я сейчас вам их покажу. Вот такие вот джиг-головки трёхграммовые. Также на Новый год подарили мне 9-тиграммовую джиг-головку. И удачно на нём засела и эта наша феромональная минога. Как я уже говорил, я использую монтаж классическая джиг-головка. Вот так он выглядит, для тех, кто не знает. Вот. Перейдём ко второй приманке, которая мне, так сказать, даром досталась. И которую даже сам Геннадий Кузьменко оценил. Так как я такие дорогие приманки себе покупать не могу позволить, с находкой мне очень повезло. Так, встречайте, мой Новый Джакал Чабби. 38, получается, расцветка у него Gold & Silver называется, насколько я вычитал в интернете. Вроде она так называется. Ну, в общем-то, я был ошарашен ценой и в интернете. Хочу напомнить, это 280 или 250 гривен. Где-то в таком ценовом диапазоне. И вот, насколько я понимаю, он должен очень хорошо ловить по мелководью. И вообще, он должен быть очень практичный, так как он не тонущий, с шумовым эффектом. И, в общем-то, я очень рад находкой, но о нем я знаю не так много. Но в Ютубе я вбил и, в принципе, на него ловят и головля, и даже жериха. Ну, естественно, если жерих ловится на эту приманку, то судак, щука и окунь, три классических хищника нашего Днепра, тоже, я думаю, не будут равнодушными к этому ловеру. Ну, в общем-то, это все, о чем я вам сегодня хотел рассказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И я буду делиться с вами новыми видео, впечатлениями и рассказами о приманках и прочем рыболовном деле. Пока!